В ваших глазах больше богословия, чем в ваших писаниях. То, что я написал, это ничто по сравнению с тем, что я видел. Вот в какой-то момент Эрос ушел из богословия. О, неужели надоело даже про это говорить? Дух покинул это место. Ответы, которые должны быть даны, они будут даны. Вы вообще с оптимизмом смотрите в будущее. Мы можем говорить, но всегда не окончательно и не точно. Кто читал там в юности Шекспира, он по-другому смотрит на жизнь. Такие простые выходы для России как-то немысливо. Нам нужно решить все для всех сразу. Как вообще можно говорить о Боге, если вот не успевать? Давайте помолчим и почувствуем, что мы здесь. Друзья, спасибо вам, что согласились на этот диалог. Я надеюсь, мы сможем обсудить вещи, которые обозначили. И вот как мы сформулировали тему в начале. Это единство и различие философии, теологии, искусства, в частности, литературы и поэзии. Вот как вы думаете, Ольга Александровна, как связаны вообще философия, теология или богословие и поэзия, например? С ходом времени это стали три разных автономных движения. Изначально, конечно, они растут из одного корня. И я думаю, что первое и самое прямое выражение того, что потом стало и философией, и богословием, это была поэзия. Потому что в форме поэзии написаны первые гимны, в форме поэзии написаны первые законы. Библия написана стихами, и это неформально, это действительно поэзия. Если вычесть из библейского текста, если не понимать, что там присутствует поэзия, то все это будет не совсем точно услышано. Понятно, что теперь это совсем разные вещи, и каждый учится по отдельности. Интересно, Олег, а как ты думаешь, почему произошел распад этих вещей? Я думаю, что окончательного распада и не произошло. Потому что действительно эти три ветви, они восходят к единому стволу, а ствол, он укоренен в реальности. И то, как человек взаимодействует с реальностью, как он в ней присутствует, как он ее выражает, как выражает мысль о ней, это всегда, так или иначе, речь, которая укоренена в бытии. Но, конечно, модусы или формы этой речи, они могут быть разными. И исторически, действительно, когда-то и поэзия, и богословие, и философия, они были практически едиными. Но, как известно, некоторые философы, великие философы, тот же Платон, они говорили о том, что поэзия и философия не так-то просто выживаются друг к другу. Платон говорил, есть древняя расприя между философами и поэтами. Да, но, может быть, он сказал об этом, потому что он был скрытым поэтом. Да, но до-платоновской, до-сократовской философии она поэтична. И если взять какое-нибудь изречение, допустим, Гераклита, то неизвестно, как его понимать, как поэтическое, как философское, и то и другое. Или как богословское. Да, или как богословское, да. Платон стал строить уже другую философию, другую. Ну вот интересно, Платонная литература и философия – это нечто единое, да, все-таки это диалоги и очень литературные диалоги. Но уже Аристотель – это такая сухая аналитика. Вот как вы думаете, вот когда происходит, вот почему происходят различия этих жанров? И вообще здесь есть только плохое или есть также и хорошее? Ну, знаете, обсуждать происшедшее как-то трудно, оно уже произошло. Я никогда не соглашусь, что Аристотель – это дичь-то сухое и отвлеченное. Это очень интересные тексты, если их читать вживее, конечно. Вот, и никто другой, как Аристотель, сумел описать трагедию. А для этого надо иметь очень большое чувство поэзии, чтобы описать трагедию. Ну, конечно, то, что он хотел создать – это другая культура мысли. Олег, ты как считаешь? Я думаю, что мы, ну, это объективно, каждый человек, он сын своей эпохи. И так или иначе, те привычки, те способы восприятия реальности и прочтения каких-то древних текстов, и поэзии, и философии, и богословия, эти прочтения, они исторически обусловлены в том числе. И мы сегодня читаем того же Аристотеля сквозь призму каких-то последующих интерпретаций, которые, может быть, сделали его сухим или чересчур научным и так далее. Но здесь, мне кажется, есть опасность как бы увидеть или попытаться интерпретировать прошлое как какой-то золотой век. Как говорил Хайдеггер, да, что там было явление бытия у досократиков, а впоследствии это начался процесс забвения, и к нашей эпохе это совсем уже все стало плохо. Может быть, нужно как-то более позитивно посмотреть на историю и на современность, и увидеть, что и сегодня поэзия, и философия, и богословия, они продолжают читать друг друга. Может быть, не так явно, как раньше, но все-таки этот процесс присутствует. Ольга Александровна, а как вы думаете, вот раз уж мы заговорили о Хайдеггере и вообще современности, в 21 веке философия и богословие, ну ладно, что-то из этого хотя бы. Как они будут связаны с поэзией? Будет ли отмечена какая-то связь между ними? Или все-таки они так и останутся такими раздельными сферами? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что будет, футурология мне не нравится, в принципе, но то, что это уже произошло и начало происходить в 20 веке, это факт. Может быть, как раз с русской традицией мы это меньше заметим, но европейские большие поэты 20 века, это Коль Клодель, Томас Тернс Эллиот, кто еще? Тот же Райнер Мария Рильке. Это, конечно, поэты и философские, и, можно сказать, богословские. И, с другой стороны, они были источниками вдохновения для философов, потому что философия в лице Хайдегера, которую мы уже помянули, наверное, впервые со времен Платона так серьезно отнеслась к поэзии, совсем серьезно изгонять поэзию из города мудрецов, и, наоборот, он вдохновлялся поэзией, немецкой и греческой поэзией, и в ней он видел именно то, что ему нужно как мыслителю. То же самое, можно сказать, и у богословов, которые очень внимательно читали вот этих поэтов, это своего рода другой, несколько другой тип богословствования, конечно, даже не несколько, а очень другой. Но он подсказывает то, что в дискурсивной форме уже трудно было найти. Вот я, например, в некоторых сочинениях Иоанна Павла II видела цитаты из Рильки, например, которые для него выражали сильнее то, что он хотел сказать о благовещении, например. Так что этот процесс начался и обосновывался всячески, обосновывался, потому что тот же Кладель много писал, не только стихов, но и каких-то таких опытов. И он говорил, что иначе поэзией грозит просто страшное измельчание. Если она не связана с верой и с мыслью, то она становится частным делом о частных предметах, она теряет универсальность. Хотя бы для этого это необходимо. И мы видим, что совсем новейшая поэзия, она поражает своей частностью. Вот ты читаешь, это заметки частного человека, нет вот этого такого отзвука, который в великой поэзии звучит, как бы на весь мир, слово звучит на весь мир. Вот оно не может таким быть, если хранить чисто литературную ориентацию. Ольга Александровна, знаете, мне кажется, вы мне сейчас объяснили, что конкретно я не принимаю в современной поэзии, что меня отталкивает все время. Но я это не понимал. А вот вы сейчас сказали, и мне кажется, действительно, это какая-то характерная черта в современной поэзии. Олег, а вот как ты думаешь, поэтический момент для богословия важен? Здесь вопрос разграничения. Как мы можем сказать, вот здесь заканчивается богословие, начинается философия, а там поэзия. Я думаю, что когда некто следует за вещами, за зовом бытия, если угодно, и он ищет слова для того, чтобы выразить вот эту сопринадлежность бытия Исущего, он в последнюю очередь думает о границах. И, может быть, он даже борется с языком, который обыденный язык дает ему, подсказывает, и, может быть, сбивает его с толку, подсказывает какие-то решения, смысловые, формальные решения, которые приходят первыми, но нужно найти в себе силы и не принимать эти простые решения, первые решения для того, чтобы, может быть, это будет пафосно сказано, но чтобы язык стал домом бытия. И тогда уже сам язык отливается в какую-то форму поэтическую или богословскую, а не то физическую, но он не перестает быть таинственным от этого. Мы что-то так часто Хайдеггера вспоминаем, что мне кажется, я не случайно футболку с цитатой из него одел, что мы все время об этом говорим. А ведь, в самом деле, если подумать, Григорий Богослов писал стихи, то есть он был, это не только один из выдающихся богослов, но это еще и прекрасный поэт, причем он писал в таком, как известно, таком древнеантичном стиле. А вот если мы посмотрим на литургию, то это же тоже чистая поэзия. Ольга Александровна, а как вы думаете, вы много занимались древнецерковным, церковным славянским языком, составили словарь известный, и недавно возникла дискуссия о том, что переводить богослужение или не переводить. Недавно какой-то новый всплеск обсуждений появился. Как вы думаете, стоит ли это делать? О, мне уже надоело даже про это говорить. Значит, во-первых, во-первых, можно решить, как Аверинцев говорил, не однажды и для всех. Допустим, одни приходы будут на церковно-славянском, у других на русском. Но такие простые выходы для России как-то немысливо. Нам нужно решить все для всех сразу. Вот. На самом деле, я думаю, что здесь очень так есть разные градации. Я думаю, что, например, что писание должно звучать на понятном языке, совершенно понятном языке. То, что читается на службе из писания, из посланий, это все должно быть абсолютно понятно. То, что касается песнопений, то здесь я допускаю, что может быть перевод на русский язык, но это бесконечно трудно, потому что это перевод поэзии, перевод византийской поэзии. Мне не приходилось, пожалуй, видеть красивых переводов. Дословные, да. Но есть, опять же, разные пути. Можно, например, прочитать дословный перевод, а потом слушать цирконно-славянские тексты. В общем, ничего страшного болезни, но в этой проблеме я не вижу. Я не понимаю, из-за чего купила, а мать. Надо что-то делать. Ну, да, вообще, может быть, как раз есть часть верующих, которые считают, что отход от буквы, он губителен, но это, конечно, странная позиция, если учесть, как тот же Аверинцев говорил, что Евангелие изначально вообще это уже перевод, да, перевод слов спасителя на древнегреческий язык, и уже всего этого мы имеем дело с некоторым переводом. Но здесь интересно, как вот эта литургическая поэзия связана с богословием, ведь многие богословские вещи, да, проговариваются именно же в литургике. Я думаю, особенно вот в православной традиции, потому что у нас не очень было развито богословие в форме трактатов каких-то особенных, я имею в виду в русской традиции, греческой, конечно, да. И то практическое богословие, которое усваивал человек, обыкновенный верующий, прихожанин, да, и, собственно, служащий, это то, что заключалось в песнопениях церковных. Они были богословскими по своей природе. Они не были похожими на латинские гимны, которые чаще всего это как бы такой эмоциональный отклик на события. А там нет, они смысловые очень. Все эти наши тропари, кондаки и так далее. То, что человек усваивал, даже, может быть, не очень разбираясь, не очень понимая, это и было его практическое богословие. Олег, а вот ты, когда пишешь свои работы, вот значительное внимание уделяешь риторическому моменту, что вот такая стилистика, а вот это литургическое богословие как-то связано с твоей стилистикой? Здесь бы я хотел вспомнить о статье Сергея Сергеевича, в которой он описывает вот эту великую европейскую традицию риторики и диалектики, которая восходит еще к античности и на протяжении всей истории это как бы переплетающиеся и расходящиеся потоки, и в том числе и в христианской мысли это присутствует и я думаю, что трудно однозначно сказать вот эта риторика, а эта диалектика, вот это мистическое богословие, а это рациональное, как часто у нас противопоставляют. Ну и в конце концов тот же Аквенат, да, с его такими очень сложными и тонкими различиями, в конце жизни он сказал, что все, что я написал, это ничто по сравнению с тем, что я видел, то есть у него тоже был какой-то опыт такой мистический, и Бонавентура, и другие авторы, они тоже, казалось бы, формально они писали очень такие логически выверенные трактаты, но при этом это никак не исключало их сверхрационального, сверхриторического опыта. Ну вот, все-таки, Фома Аквинский, это такая очень систематичная философия богословия, да? Можем ли мы открыть его и читать напрямую, без каких-то там исторических последующих интерпретаций, которые, может быть, даже нам, мы не знаем о них, но они как бы встроены в наш взгляд, поскольку каждая наша, как говорил Тейлор, то есть history of the self, то есть то, что мы считаем аутентичным, самоочевидным, оно имеет историю, и мы несем в себе следы различных философских и богословских драм, о которых даже и не знаем порой. Вообще, это интересное замечание, Ольга Александровна, ведь я сейчас задумывался, что вот для меня Фома Клинский все-таки такой сухой систематикой, я не задумывался действительно об этих гимнах, и как вы думаете, правильно ли будет сказать, что на самом деле поэзия не уходила из богословия? Нет, если она ушла, мы получим уже не богословие, а просто, не знаю, какой-то учебник, руководство практическое, нет, там, где есть выражение какой-то реальности, там будет опять поэзия в другую форму, допустим, совсем в другую форму. Вот мне кажется, возвращение к реальности. Я вот хочу немножко эту тему развить о последующих интерпретациях и как они причудливо могут изменять наше восприятие. Вот один из основных моментов богословия Аквината это аналогия бытия, аналогия Энти. Если коротко говорить об этом сложном концепте, это указание на то, что наш язык ограничен, и мы можем говорить о вещах божественных по сходству. Но не сходство между тем, что мы знаем из мира, в котором мы живем, как конечные существа, не сходство между миром и Богом, оно все равно больше, чем не сходство. То есть наш язык, мы можем говорить, но всегда не окончательно и не точно. И получается, что все эти огромные сложные трактаты это своего рода конечно и логическое, но в том числе и риторическое упражнение. И здесь есть место и поэзии. Но что происходило в последующие века после того, как Аквенат создал свои великие труды? Возникло множество разных школ, которые толковали по-разному его работы. И случилось так, что к 19 веку, а может быть еще и раньше, вот эти традиции толкования, они действительно создали образ такого сухого и шкалярского, если угодно, богословия, которое исключает любой поэтический момент, момент языковой игры, момент неопределенности и открытости, если угодно, к зову бытия. Но в 20 веке усилиями некоторых католических философов, богословов, например, Эриха Пшевара или Хан Сауса фон Бальтазара, вот этот аналогический момент, который был, как бы он присутствовал в традиции томизма, но он был превращен в какой-то логический инструмент. Сходство и не сходство. Ну, как бы просто о нем говорили, но было утрачено понимание его центральной роли. Вот в 30-е годы 20 века католический богослов Эрих Пшевара пишет свою книгу аналогию Энтис. И он прочитывает аквината и вообще всю христианскую традицию как аналогический способ, аналогический язык, аналогическое мышление. И он даже говорит о том, что вот эта аналогия это фундаментальный принцип христианской мысли вообще. Не только аквината, а всех. Что это значит? Это значит очень много. Это значит, что поэзия и вообще метафора она обретает силу вновь. То есть богословие не должно рассматриваться как система однозначных пропозиций или однозначных каких-то терминов логически связанных между собой. Но язык богословия он возвращается своим поэтическим и даже мистическим истоком. Вот какой-то вот такой исторический небольшой штрих мне кажется он немного прояснит те вопросы о которых мы сегодня говорим. Ольга Александровна а вы тоже думаете что вот этот язык метафор поэзии он как раз для богословия такой естественный что в общем это всегда в нем было? Да конечно скорее гораздо позже развелось вот такое дискурсивное изложение как заметила веренцев что во всем новом завете есть только две дефиниции там избегаются дефиниции то-то есть то-то только две бог есть и бог есть свет у Иоанна больше дефиниции вы там не найдете тогда как школьное богословие там вам научат всему и дадут определение всему но на самом деле священное писание не собиралось давать определение всему один раз и навсегда бог есть любовь и бог есть свет да действительно я занималась в последние годы очень много Данте и Данте придумал такое создал такое слово которого я не встречала ни до него ни после теодия это не теология значит теология это богознание теодия боговоспевания как псалмодия и это слово он употребил по отношению к царю Давиду встречает царя Давида в райе и говорит что вот создатель лучшей теодии вот я думаю что самого Данте называли богословом он был совершенно прекрасно образован как богослов того времени и в эпитафии ему написано теологу Данте вот но то чем он восхищает если вы читаете его но в оригинале потому что в переводе это совсем не слышно это конечно теодия то есть то что он воспевает бога не просто говорит кто то есть кто то это всегда песня хвалы восторга песня какого-то смысла только что обретенного он только что узнал вот это ты меня создал он говорит так что он чувствует что он создание не потому что его так научили есть определение вдруг он чувствует как и царь Давид что он создание божие мне кажется это очень важная тема она сразу выводит нас вот и на Давида и на Дианиси Ариапагита ведь это же подчеркивает язык хвалы он все время говорит что мы воспеваем бога это вот мне кажется для Ариапагитик это ну вообще центральная тема воспевать бога а ведь вот Олег ты согласишься как вообще можно говорить о боге если вот не воспевать с одной стороны я согласен а с другой нет потому что ну порой есть некое противопоставление между языком хвалы и опять же каким-то там дискурсивным таким вот назовем аналитической теологии я думаю что здесь есть вот момент который выходит далеко за рамки богословия и даже христианской культуры если угодно это вопрос о смысле присутствии или о значении присутствии и на мой взгляд ну и не только на мой есть определенные авторы которые пишут сегодня об этом что наша культура она чересчур искусственная если угодно и мы живем в облаке смыслов которое не дает нам пробиться к реальности вещей к реальности откровения к реальности присутствия и на мой взгляд мы не можем этого сделать без без вот этого апофатического момента конечно да вот я о Реопогите говорил да и вообще философия 20 века Витгенштейн и многие другие они же исследовали вот эти границы языка что можно сказать а что нельзя где язык перестает быть языком и может быть лучше молчать раз язык производство смыслов оно всегда как бы замкнуто на себя но с другой стороны я думаю что на этот вопрос есть богословский ответ а этот богословский ответ говорит о том что все наши слова они вообще весомые и значимы только потому что они причастны к онтологическому слову к логосу к слову воплощенному и вот это уникальное единство между бытием истинной красотой благом и тем тем что мы причастны к бытию это ну собственно может быть и только в этом в этой перспективе есть некая некая правда вот этой вот этой дуальности между языком хвалы богословской богословским и какими-то другими языками ну и мне кажется вот эта тема важна о присутствии и значении и она вообще охватывает все что мы говорим сегодня так или иначе воспевание бога оно все время начинается заново то есть это вот некий такой способ возвращения в реальность это передача реального опыта нереальный опыт в поэзии не передашь это неплохая поэзия она должна исходить из чего-то очень реального рассуждение может исходить и двигаться дальше каким-то другим образом но если мы посмотрим опять же на не на идеальную поэзию на то как она представлена то мы видим что в ней тоже совсем немного реального опыта если он есть то какой-то не очень интересный знаете вот иногда думаю что вот царь Давид когда обрел ковчег и радовался и скакал и плясал вокруг него мне кажется вот в этих действиях да вот просто выражение радости такой детской было больше богословия чем в каких-то иногда сушеных трактатах которые вроде бы там три тома написано о чем это когда мы были втроем с Христосом и Наресом и Аверинцевой Аверинцев вдруг говорит Христосу знаете у вас такие красивые глаза у Христоса были очень красивые глаза в ваших глазах больше богословия чем в ваших писаниях ну так этого глаза и сказал да ну что Христос не обиделся и сказал вы говорите как поэт я бы наверное не смог ну наверное Сергей Сергеевич мог себе такое позволить так сказать но вообще-то говоря стиль почитатель поэзии он тоже своих греческих поэтов ставит выше всего на свете выше всех мыслителей вот поэзия ему очень важна да ну греческая поэзия такая отдельная тема а мне знаете вспомнился в связи с этим рассказ митрополита Антония Сурожского который рассказывал о мальчике который устал и вот перед сном у него не было сил значит вычитывать вечерние правила и он значит отправил обратился к иконе отправил ей такой воздушный поцелуй и сказал господи я спать что-то такое и вот митрополит добавляет и мне кажется вот это было гораздо более искренне и важно чем если бы он стоял и просто бубнил бы это правило ну любой любой пастырь проповедник если это настоящий верующий человек он хочет искренность он не хочет чтобы человек вынужденно повторял какие-то выученные слова ему в общем он понимает что Богу а человеку не это нужно ну я хотел бы здесь тоже немножко добавить действительно вот тема опыта Ольга Александровна сказала что без опыта нету большой поэзии но вопрос о том что такое опыт и вообще это очень философская сложная проблема опыта и еще так же вопрос поэзии у нас ну вот нашу эпоху есть есть некий образ поэзии который сложился в эпоху романтизма что поэт это некий такой вдохновенный человек да который выражает музыку с фертом но но здесь может быть опыт связан не только с переживаниями и не только с искренностью а с и не только с творением языка но со следованием за тем что есть вот к примеру древняя классическая китайская поэзия там был очень ограниченный ограниченное количество тем на которые писали поэты они не могли писать обо всем и даже какие-то обороты да вот были устоявшиеся и ну например большая часть поэзии была ностальгии по дому потому что китайские поэты это были в основном чиновники которые были образованными людьми и их переводили с места на место да вот какой-то дальний город отправляли и они писали о том как они скучают по родному ландшафту по родной земле по родным людям и на протяжении столетий мы видим повторяется вот этот сюжет да что человек скучает он написывает горы леса и практически в одних и тех же выражениях но это великая поэзия и мы не можем сказать что это какой-то стандартизированный опыт который просто штампует там так скажем одни и те же выражения возможно даже виртуозность поэта может быть связана с какой-то какой-то формой формой вещей и формой выражения которая отодвигает на задний план его личность и его вообще психологические какие-то состояния и так далее то есть можно говорить о поэзии в этом смысле как слушивание вещи и может быть даже здесь язык становится более таким строгим и отрешенным а не не всегда он расцветает какими-то новыми гранями ну да это вообще такой другой мир да вот дальний восторг для нас да я думаю что живописное визуальное искусство китайское легче дается по крайней мере между нами нет преграды языка мы не можем оценить а что они любят вот в этом именно трех стиш ну как ты думаешь Олег есть здесь такой барьер есть он безусловно есть но также есть какие-то ну так скажем метафизические глубины которые которым мы все причастны в равной степени и я не думаю что мы живем в абсолютно закрытых каких-то мирах культурных которые никак не могут пересекаться я думаю лучшие поэты такие как Пушкин они как говорил Достоевский в великой пушкинской речи что он был всем всем для всех у меня вот похожий опыт мы когда изучали индийскую философию я понял что я ее совершенно не чувствую вот ее проблематик то есть я могу читать что-то понимать ну в переводах потому что там санскрит я не знаю ну в любом случае даже вот в переводе я совершенно не сочувствую этой проблематике она другая для меня это какой-то диковинный такой музей там вот слоны там росписи какие-то все что-то но это не мои проблемы а ближневосточный мир позднееллинистический когда возникло христианство он тоже для нас очень далек если уж так разобраться но все-таки она нам ближе чем китайская как минимум вот если вернуться к теме вот возвращения к реальности вот как вы думаете вот вот эта разница вот между между значением и присутствием между ну вот шаблоном так скажем да и переживанием опытом она ну вот это является проблемой для современной вот для современного искусства для современной поэзии это проблемы для современного человека который просто как те кто наблюдают я не знаю с какого момента этот современный человек начинается конечно не последние десятилетия уже довольно давно что он очень отвлечен от того что с ним происходит у меня был вот такой друг уже покойный английский к слов католический он вел занятия и первое что он делал приходя в свой класс он говорил давайте помолчим и почувствуем что мы здесь вот они несколько минут сидели и чувствовали что они здесь теперь почувствуйте что с вами другие и тут после этого он уже приступал к какому-то разговору на конкретную тему потому что человек как бы сказать ну я не знаю как он этого достигает но он даже не чувствует где он с кем он захотелось помолчать мне кажется вот я сколько я с 2009 года преподаю но мне кажется вот это очень правильно то есть сразу же получается какое-то единство да сначала вообще действительно подумать что мы здесь а потом подумать что мы здесь друг с другом по-моему это просто гениально если бы все такие были преподаватели кажется мир был бы существенно иный дональд дональд к этому пришел после опыта долгого наблюдения он видел что он разговаривает с человеком а человек носит неизвестно где вообще там а как фамилия дональд никел дональд никел он написал книгу в частности у него разные книги есть но одна из этих книг называется Триумф Духа в России это история мучеников советского времени он читал то что мог там и написал вот эту историю которая для него не была даже не была истории собственно гибели и трагедии а наоборот что такое число мучеников и исповедников которого не было создано начального христианства так он это видел интересный ракурс я тоже воспринимал это именно как трагедию но с этой точки зрения действительно это же новая святая и сразу стойкая мученькая Ольга Александровна у меня вот опять такой вопрос к вам вот развивая темы которые мы начали вот вы поэт с одной стороны и у вас есть книжка апология разума ну казалось бы вроде бы поэт должен заниматься вот именно каким-то вот визионерством да но вы написали интересную работу вот которая оправдывает разум вот почему поэт пишет такую книгу ну вы знаете потому что мои любимые поэты делали то же самое Данте любил ум и разум и кладель любил ум и разум вот и как бы сказать это не тот рационализм о котором обычно все думают потому что в глубине человека то что в глубине человека я думаю может называться ум скорее это не аппарат это не аппарат для вычислений каких-то логических это нечто другое вот поэтому как раз наверное это моя книга если у нее есть тот с кем она полемизирует это как раз рационалист который не так поливает ум Олег а ты различаешь ум ну скажем так рассудок Нус и Дианоя эти вещи восходят еще к самым основаниям действительно я думаю что я бы даже не сказал что сегодня эпоха рационализма сегодня эпоха так скажем ну не знаю постмодернизма да критики деконструкции популярного нитшианства богословие от поэтических форм переходит к такой логике некоторой сухости хотя вот как мы проговорили все-таки до конца ты не уходит но все-таки тем не менее есть какая-то закономерность здесь этот процесс был исторически очень неоднозначный противоречивый я очень люблю то как это все описывает Чарльз Тейлор в великой книге секулярный век который просматривает как случилось так что словно христианство определяло всю жизнь через несколько столетий ситуация стала противоположной да религия свелась к очень такому ограниченному контексту и этот процесс секуляризации он был очень противоречивый нельзя сказать что он был однозначным движением или как часто современные историки или критики религии говорят о том что условно в средневековье было общество плюс религия а новое время это общество минус религия то есть это то что это процесс вычитания это процесс исчезновения чего-то и возникновения нового вот это рассказ о вычитании он неправильный потому что религия никуда не не ушла она обратилась в иные формы и в том числе формы искусства и поэзии и во многом поэзия которая впоследствии была очень сильно связана с романтизмом как таким огромным культурным явлением в истории запада и в истории нашей культуры а вот этот то что называл Тейлор контрмодерном внутренним движением модерна это это тоже современность но это другая современность это современность которая обращается к сложности языка к интуиции к поиску истины в природе а не в таком слишком уж рационализированном и технологизированном обществе вот это вот романтическое направление которое могло быть ближе к традиционным формам религиозности или дальше от них например романтизм может быть и антихристианским но в целом вот романтизм как вот это огромное культурное явление как движение ищущего духа к чему-то подлинному к аутентичному романтизм он присутствует и сегодня вот наша культура наша современность в ней продолжают соперничать и определять друг друга вот эти вот две линии с одной стороны рационалистически технологическое которое связано со стандартизацией жизни с какими-то достижениями технологическим преобразованием жизни а с другой стороны романтическое которое связано с поиском подлинности с поиском опыта творчество самовыражение и на мой взгляд именно вот вторая сфера это сфера поэзии и она иногда противопоставляется вот этой бездушной рационалистической безличной цивилизации которая непригодна для жизни и вредна для человеческого духа вот эти две стороны они продолжают сегодня сосуществовать и как-то влияют друг на друга ну да то есть это еще раз подтверждает что поэзия все равно остается таким вот устойчивым каким-то элементом даже наверное сказать не просто о поэзии а об искусстве в целом да конечно потому что вот для меня такие смыслы которые в детстве для меня главные они конечно в первую очередь выражены любимыми стихами какими-то словами строчками но также и музыкой также визуальными живописными образами это все какое-то место однообразности а вот кино мы к какому лагерю все-таки отнесем это же искусство кино и театр но просто вот для меня лично эти формы это всегда будет гораздо дальше театра и кино поэтому я про это и не сказала сразу я хотел бы дополнить ведь современный человек я уже эту идею сегодня говорил о ней он не не читает поэтов прошлого так как они предполагали что их будут читать для нас для нас поэты античности поэты средневековья эпохи романтизма они для современного человека не несут какого-то откровения они не не становятся для него учителями жизни они не говорят что-то важное для него как правило поэзия это нечто развлекательное это не серьезное а у меня тогда вопрос продолжая вот эту тему которая которая всплала про кинематограф про театр вот если посмотреть на историю христианства то в целом оно дистанцировалось от театра ну традиционно у святых отцов да вот лицедействие вот это считается чем-то предосудительным вот как вы думаете Ольга Александровна вот может ли сближаться вот такой драматический театральный элемент с богословием это конечно конечно современный театр такой который я видела и у нас и в других странах я его в принципе ну сторонюсь скажем так потому что он идет уже давно по сторону эксцентрики какой-то цирковых каких-то фокусов в общем все что мне совсем не интересно но театр может быть и другим театр допустим древнегреческой трагедии или даже трагедия более поздняя шекспировская это это не шутка это не то что делает вот эти современные представления это ну серьезнейший опыт тот кто читал там в юности шекспиров по-другому смотрят наши я хотел бы еще раз вернуться к этой теме так скажем различия восприятия разных эпох и хотел бы поговорить о Данте для которого то о чем он писал это было реальностью и вот его космология да вот это сложно устроенная многоуровневая в которой там все переплетено который мир который населен огромным количеством разных существ современный человек человек нашей эпохи он читает это как игру фантазии потому что он не живет в том же самом мире как Данте и для него это литературное произведение свидетельство гений гениальное воображение и так далее но современный человек не живет в том самом космосе в котором жил Данте имеется ввиду сферы реальности человеческой божественной инфернальной современный человек живет в плоской вселенной физических сил которая не населена никакими существами живыми сознательными кроме человека и разум современного вот апология разума почему нужна сегодня потому что современный человек при всей его технологической вооруженности и такой крутости экзистенциальной он не верит в собственный разум и его разум это представление о разуме как о том что ограничено исключительно вещами этого мира и для которого недоступны вещи метафизические это результат определенных исторических богословских философских процессов ну к примеру есть такая прекрасная книга о том как современная наука возникла из недоверия к человеческому разуму потому что человеческий разум исходя из определенных богословских интерпретаций он является грешным после грехопадения человек утратил возможность богообщения и так скажем видение природы вещей и все что ему доступно это только чувственный опыт эмпирический опыт соответственно наука это то что оперирует вещами этого мира и соответственно наука как естествознание как знание о природе это результат того что человек отчаивается в том что он потому что он не может познать вещи метафизические он больше не может визионерски как Данте видеть вот все эти сферы божественные и другие и отсюда возникает так скажем практически ориентированное вот это вот естествознание и вот мир в котором мы живем он очень изучен с точки зрения физики естества и преобразован при помощи технологий но при этом современные люди они не имеют вот этого многоуровневого и сложного восприятия какое было у Данте и у других гениев той эпохи я бы сказал так патитически не плоть а дух растлился в наши дни ну я могу сказать что Данте очень любил естественные науки он любил опыты уже которые уже начались вот и у него есть разные описания с восторгом он следит как допустим дифракция волн происходит такое он очень любил человеческое сознание во всех проявлениях это для него тоже было как бы то что он постоянно чем он постоянно восхищается это образом божьим в человеке это входило в образ божий что он может и дифракцию волн души описать и изучить и сделать из нее какую-то пользу это тоже не противоречило его идеям он не был какой-то древний первобытный человек например в строении паруса который в это время развивается и уже следом за Дантой начинаются вот эти великие открытия континентов и все такое и в поэме Данту мы чувствуем что вот оно где-то на пороге вот это тоже своего рода техническая революция он ее приветствовал и все это ему не мешало располагать ангелов сферы и все остальное вот интересно то есть это вот как бы такая центральная точка где в общем все это пребывает вот на тот период в какой-то гармонии да Данте это уникальный уникальный случай потому что уже ближайший его потомок культурный Петрарко у него все вместе с Ренессансом начались вот эти вот расколы и для то что для Данте сливалось в одно его любовь к Беатриче была любовью к истине любовью к Богу для Петрарки любовь к Лауре это заблуждение это тяжелый грех а у него с одной стороны Цицерон с другой стороны Августин ему он не может уже это примирить вот в этом постоянном расколе но в Данте был тот момент вот этого высокого средневековья окончающегося дошедшего до предела где все совмещается каким-то образом без натяжек без чего ему нравится изучение сетчатки глаза и он при этом говорит как в раю в каждом моменте меняется его зрение он видит все иначе чем до этого мне кажется это как раз тот замечательный момент когда в общем да прям какая-то веха я бы даже сказал может быть даже ключевая точка наверное не случайно Бальтазар говорил что до Данте вот была такая эпоха когда значит одни были такие клерикальные стили ну вот как его том называется а дальше вот после Данте наступает эпоха когда уже в основном миряне начинают вот занимать какую-то важную да вот такое место Данте был первый человек не состоявший в монашеском значит сани чине как сказать не священник он был мирянин очень очень продвинутый мирянин изучавший богословие всю жизнь читавший Библию с детства это вот про него в оставшихся каких-то свидетельствах что он удивлял всех что он читал Библию без конца еще будучи мальчиком мальчиком да но при этом он чувствовал себя мирянином гражданином политиком у меня почему-то аналоги с Тютчевой с Пушкиным возникают но знаете даже вот не это хотелось бы сейчас подчеркнуть а вот такой момент вот опять же Бальтазар когда начинал свою трилогию Тео эстетику он писал что вот в какой-то момент Эрос ушел из богословия да да вот в Данте он был потому что Беатриче это все и это не противоречит то есть здесь же вот как раз все такая вот гармония песни-песни да вот я не знаю там такие вещи которые ну куда-то вот уходят как будто да вот в Петрахе мы увидим что его Эрос в одном месте это Лаура и он понимает что это нехорошее не то место к которому он прислал он должен любить Августина а не Лауру вот это уже совсем другое хотя если смотреть внешне то стихи может быть очень даже похожи Олег а вот как ты думаешь с чем связаны вот эти изменения вот ну что такое вообще могло бы произойти здесь есть некое напряжение которое присутствует еще там у Августина если угодно да но при этом я не думаю что можно какую-то описать единое единое явление или процесс или почему так ну нельзя дать однозначный ответ почему почему вот этот великолепный синтез который был достигнут Данте он не стал образцом для последующего и там вот эти все пути разошлись мы можем объяснять это по-разному можем находить какие-то интерпретации более-менее нас убеждающие но здесь конечно нужно еще раз подчеркнуть вот тему которую например Харт поднимает в книге иллюзиотеистов что нам нужно освобождаться от тех мифов которыми живет наша эпоха например о том что там средневековье это было темно были темные века в которых не было науки не было и того сего ну это просто исторически неверно на самом деле там были и великие открытия в различных областях но они совершенно не не только не бросали тень на теологию наоборот они ее поддерживали и включались в вот это словословие в видение бытия как славы божьей Ольга Александровна а как вы думаете все таки вот эти перемены могли быть связаны с какими-то внешними событиями что происходит вот в Европе в этот момент я никогда не возьмусь объяснять что происходит но мы замечаем что происходит иногда какие-то вещи которые значит становятся уже перемены необратимы вот была греческая великой трагедии возникала одна за другой вдруг раз все кончилось больше не создавалось ни одной великой греческой трагедии вот объясняйте как угодно аристотель мог описать эту трагедию но никто новую уже не мог написать вот как будто дух покинул это место вот удивительно да и ведь и не вернуть не вернуть никто когда это начали римляне подражать ценника то все видят что это конечно ничего похожего на греческую трагедию как говорит один из философов на которых ориентируется фонд теоэстетика Дэвид Шиндлер он отмечает такую вещь как в то что в определенный исторический момент в мысли в культуре философии конечно не сразу но постепенно вещи условно вещи человеческие они стали занимать какое-то более важное место чем условно говорить теологически да и все мы живем в культурном пространстве в котором вопросы этики политики социологии или даже естествознания они как бы центральное место занимают а метафизика и теология это как бы совершенно непрактическая и устаревшая область знания но в действительности та ситуация в которой пребывает нынешняя культура она раздираема противоречиями которые не могут быть решены изнутри этой культуры потому что ее устройство таково что она диалектично в ней происходит постоянная борьба и в конечном итоге может быть Ницше даже был в чем-то прав когда сказал что все все есть воля к власти потому что в этой реальности нету абсолютных критериев никаких то формальных принципов а нету абсолютного блага трансцендентного нашему миру но при этом и присутствующего в мире и в этом смысле конечно вот культурная философская богословская поэтическая рефлексия над этой ситуацией она во многом пессимистическая и мы живем в культуре пессимизма но в то же время есть авторы которые не подчиняются этой моде не следуют за этим трендом и поэтому они во многом контркультурные непопулярные немодные среди них Ханс Руслан Бальтазар масштаб которого мы не можем еще осознать в полноте но при этом если мы прислушаемся к его голосу увидим его то мы поймем что это некий вызов той культуре которая есть и в том в то же время это некий путь который может быть альтернативой той ситуации которая на сегодняшний день есть это совсем не просто это серьезно но это в то же время и требовательный вызов который не просто зовет куда-то там вернуться в средневековье это невозможно это христианское свидетельство здесь и сейчас потому что каждая эпоха каждое поколение оно серьезно и может быть воспринято как соперник или партнер по диалогу только в том случае если оно находит в себе силы ответить на те вопросы которые являются вечными об истине о благе о красоте я надеюсь что в наши дни в нашей ситуации этот поиск не останавливается и те ответы которые должны быть даны они будут даны но в то же время конечно это не абсолютные ответы невозможно взять ответ который давал Пушкин или Данте или Мэтью Арнольд или Хайдеггер и взять его скопировать повторить и сказать что вот вы нашли это не работает мы должны учитывать их но наш ответ это наш ответ мы не можем просто повторять Ольга Александровна а как вы думаете вот можем ну вот вы вообще с оптимизмом смотрите в будущее мы найдем ответы на вот эти вопросы современности чтобы изменять ее к лучшему как вы думаете для меня сложилась такой такой как бы сказать картина что двадцатый век очень сильно подорвал всякое планирование это вот тогда были планы улучшить что-то изменить поскольку все поглядели что из этого происходит и увидели это больше никогда каждый разумный человек скажет никогда больше вперед к счастливому будущему никогда больше мы знаем где кончается это счастливое будущее и поэтому во-первых все возможные изменения к лучшему для меня непредсказуемые непланируемые они заключаются только в том чтобы этого хотеть опять же нельзя других призвать хотеть того чего они не хотят вот такая у меня картина которую я пессимистической не назову другое желание что-нибудь планировать сделать осуществить я назову опасной и вредной скорее всего олег а ты с оптимизмом смотришь будущее здесь трудно говорить об оптимизме и пессимизме скорее я думаю что всякое будущее начинается сегодня двадцатый век он отчасти не закончился может быть и он культурно не закончился и вот эти вот тенденции связанные с пессимизмом с боязнью каких-то больших вещей и больших нарративов он этот пессимизм с одной стороны он оправдан но с другой стороны он сковывает потому что ну данте это это большой нарратив и пушкин это большой нарратив если бы их обвиняли в каком-то тоталитаризме как вот в современной культуре да в необоснованных притязаниях что они рисуют большими мазками большие картины а так нельзя потому что это может привести к чему-то нехорошему я думаю что это скорее говорит о мелкости времени чем о величине авторов Ольга Александровна Олег Борисович я благодарю вас за этот разговор спасибо за просмотр! Олег Борисович